По добру, по здоровью по добру, по здоровью эксперты помогут правительству решить проблему низких компенсаций за моральный вред Коммерсант от 23 апреля 2019 года, 23.5 Эксперты общероссийского гражданского форума, ОКФ, и Ассоциация юристов России выдвинули предложение по изменению размера компенсации одного из видов морального вреда Речь идет о нематериальных последствиях физического ущерба жизни и здоровью человека Сейчас в среднем выплаты составляют 70-140 тысяч рублей По мнению экспертов, необходимо принять критерии оценки размера компенсаций, чтобы в каждом случае суды принимали справедливое решение В России судьи назначают низкие компенсации морального вреда за жизнь и здоровье человека При этом по схожим делам могут выплачиваться разные суммы Об этом заявили на круглом столе эксперты ОКФ, правозащитники, судьи и исследователи, а также члены Ассоциации юристов России, АЮР Согласно данным судебного департамента при Верховном суде РФ, средний размер компенсации составляет 70 тысяч рублей Исследование, проведенное АЮР, показало, что в среднем при летальном исходе выплачивается 70 тысяч рублей А при потере работоспособности – 140 тысяч рублей При этом за гибель человека суд может назначить и 5 тысяч рублей О необходимости пересмотреть размер компенсации морального вреда в феврале заявлял на правительственном часе в Совете Федерации министр юстиции РФ Александр Коновалов Действительно, вызывает недоумение и даже ужас колоссальный разброс по более или менее одинаковым случаям в судебной практике Надо компенсации увеличить в несколько раз Если человеческая жизнь стоит копейки, то бизнесу нет смысла вкладываться в безопасность Пояснила Ирина Фаст, руководитель недавно созданной ВАЮР-комиссии по определению размеров компенсации морального вреда Исследователи не нашли закономерности в назначении компенсации российскими судами Размер не зависит ни от городов, ни от заявителей Единственное, мы заметили, что суммы несколько выше по делам о защите чести и достоинства Но даже громкость дела не гарантирует высоких сумм, сообщила твердый знак госпожа Фаст Например, потерпевшим в аварии в московском метрополитене 15 июля 2014 года Когда на подъезде к станции Славянский бульвар с рельсов сошли три вагона Суд назначил компенсацию от 20 тысяч до 80 тысяч рублей в зависимости от травм А семьям погибших было назначено 150 тысяч рублей Рассказал представлявший интересы пассажиров адвокат Андрей Рагулин Учитывая досудебные выплаты от московского правительства, а также от метрополитена Стоимость жизни одного пассажира составила 3,2 миллиона рублей Добавил господин Рагулин О компенсации за гибель пешеходов обычно составляют 500 тысяч рублей Отметил председатель Союза пешеходов Владимир Соколов При этом страховые компании, по его словам, начали взыскивать с пешеходов, ставших виновниками ДТП, по 600 тысяч рублей Что в сочетании со стоимостью жизни пешехода выглядит абсурдно Экономисты Финансового университета при правительстве России в конце прошлого года рассчитали, что родственникам погибших в ДТП, авиакатастрофах, военных действиях ИЧС справедливо будет выплачивать из бюджета около 51,61 миллиона рублей С.М. Твердый знак от 26 сентября 2018 года Это недостижимая цифра, но к ней надо стремиться Отметил экс-проректор университета Александр Зубец Эксперты сошлись во мнении, что необходимо установить критерии оценки размера компенсации Это может быть методика профессора кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Александра Р. Деливского Учитывающая степень вины обеих сторон, индивидуальные особенности потерпевшего, фактические обстоятельства дела, а также имущественное положение причинителя вреда Ведь пострадавший мог получить травмы из-за своих умышленных действий, объяснил необходимость коэффициентов господин Р. Деливский По той же причине он высказался против введения минимального размера компенсации Судья Конституционного суда РФ Гадис Гаджиев привел другой аргумент против введения минимума Заявители, защищающие свои честь и достоинства, порой требуют компенсации в одном рубль Есть опасность, что суды будут не останавливаться на этом минимуме, отметил советник Федеральной палаты адвокатов России Вахтанг Федоров Впрочем, другие эксперты настаивали на необходимости введения минимального размера компенсации за моральный вред После круглого стола будут выработаны рекомендации по совершенствованию законодательного регулирования, которые будут направлены в Верховный суд РФ, Госдуму, уполномоченным по правам человека и ребенка и в администрацию президента РФ Анастасия Куилова